Кстати, о птичках, если кто еще не в курсе. В издательстве Питер скоро выходит книжка про американского вертолетчика. Если правильно знаю, называется Трусливый ястреб. Где гражданин закончил американское вертолетное ПТУ и отправился во Вьетнам воевать на вертолете Хьюи. Очень интересно. Всем рекомендую. Настоятельно. Как только появится, мы еще дополнительный ролик сделаем. Дадим почитать грамотным вертолетчикам. И мы, надеюсь, грамотные наши вертолетчики нам расскажут. Сразу говорю, все данные, которые я излагаю, я их не придумываю. Я их почерпываю из книжек про вертолет Ми-24 и с сайта Уголок неба. Там много. Там про каждую модификацию Ми-24 вот такая статья размером, я не знаю... Увлеченные люди. Приятно. Мне очень нравится сайт Уголок неба. Я его регулярно почитываю, даже в независимости от того, что нам нужно что-нибудь там разобрать или нет. Книжку Chicken Hawk пошлем в уголок неба в обязательном порядке. Пусть знающие люди изучат. Там американец с такой яростью излагает ручку вперед на себя. Они же на лыжах, они не на колесах. Что странно, кстати. Наши на колесах. У нас все вертолеты на аэродроме строго со взлетной полосы взлетают. Так же топливо экономится очень сильно. Ну, решительно запрещено ты тут это будешь... Подпрыгивать. Не пойми где. Как все. Будь любезен. И керосин экономят. Так вот у него там шаг винта туда-сюда. Сильно нажал. Хвост задрался. И несущий винт хвост отрубил. Опасно. Там, в общем, как букварь читаешь. Интересно, что наши люди скажут. Как у нас. Было бы круто. Да. Но по поводу литературы. Это была реклама. Точно. По поводу литературы. По поводу литературы, между прочим, на Михаила Леонтьевича Миля, который папа вертолета Би-24. Он же крокодил в войсках. Его американцы называют Ланя. Хинда. Какая в зубу Ланя. Если это крокодил. Явно совершенно. Да. Так вот. Он... А ты, кстати, извини, перебью. Была такая в моем детстве книжка. Бег золотой лани. Про гражданина Дрейка. У него была... Голден Хин. Голден Хин. Да. Как он там грабил побережье. Не читал? Читал, конечно. В детстве же. Очень. Очень. Так вот. У Михаила Леонтьевича Миля тоже, наверное, была такая книжка. Но была еще и другая книжка. Американского генерала Монтроза. Воздушная кавалерия. По поводу применения вертолетов. Он поначитался. Понахватался всякого. Это аж 1957 года книжка по опыту войны в Корее. Потому, что сначала американцы тоже отнеслись к идее военных вертолетов очень негативно. Потому, что он медленный. Вообще никак не вооруженный по тем-то временам. И все решили, зачем такое счастье. Не надо такое счастье. Но на них надавили. Нажали. И к концу Корейской войны американская военщина была самая обвертолеченная вообще в мире. Ну, это же стремительная доставка, изъятие. Да. Причем с любой площадки. На чем другом ты так сделаешь? Только на нем. Ну, как про девятую роту, упомянутую выше. Что прилетал вертолет одним колесом, упирался в высоту. Остальное висит. И вот висящий вертолет загружали. А кто бы другой так сделал? Да. Никто. Только в художественном фильме про Бэтмена. Где там Скайхук или как. Помнишь? Веревочку между деревьями. И пролетающий самолет его крюком как дернет. Я думаю, из него бы кишки вместе с головой вылетели от заковы. Но выглядит красиво. Уволокли. Это специально для сотрудников ЦРУ работали. Странно говорить. Этих не берет. Странно. Не пользуются спросом. Неудивительно. Да.